Так не бойтесь же их, ибо все, что скрыто, выйдет наружу, и все тайное станет явным. Библия, Евангелие от Матфея Возможно, вам уже не раз приходилось слышать о так называемом Великом Хаястане, про которые армянская традиция десятилетиями разглагольствует по всему миру через всевозможные доступные средства передачи информации. Националистическая пропаганда без устали упражняется в изобретении всеновых фантазий, словословий и дифферамбов в адрес якобы некогда существовавшей Великой Хайской империи. При этом неизменно упоминается, что это канувшее небытие тысячи лет назад в странах Хаев была создана величайшим хайским царем Циграном II, крупнейшим полководцем и завоевателем не только своего времени, но и в истории всего человечества. Напоминаю, что все эпитеты взяты из хайских информационных ресурсов интернета. На протяжении десятилетий неимоверные усилия были приложены и продолжают прилагаться пропагандой хайского национализма для того, чтобы не только в сознании своего народа, но и во всем мировом сообществе утвердился хайский вариант представления о некой великой стране Хаев, границы которой охватывали колоссальную территорию между Черным, Каспийским и Средиземным морями самых прекрасных земель Малой Азии, Иранского Нагорья, Кавказа и Закавказья. Для обоснования подобных утверждений, как правило, приводятся ссылки на авторов классической хайской литературы, которые упоминались в публикациях, таких как Моисея Харенского, Павстоса Бюзанда, Агафангела и других. При этом, вводя иноязычных читателей в заблуждение, национальная традиция за пределами хайской языковой сферы старается создать впечатление, будто бы в отношении приватизируемого региона планеты авторы классических источников употребляют название Армения, а население называют армянами. Миллионы читателей хайских текстов, переведенных на русский, английский, немецкий, французский и другие языки, действительно верят, что так оно и есть на самом деле. Но в том и заключается сущность этого величайшего в истории фальсификации подлога, что ни в одном из упомянутых источников нет ни Армении, ни армян, в них речь ведется только о хаястане и хаях. Именно эта феноменальная подмена понятий и есть самое выдающееся достижение хайской националистической историографии и пропаганды, ставшая причиной того, что все территории колоссального географического пространства объявляются хайской собственностью, а все страны, народы и правители, известные из древней истории региона, преподносятся как исключительно хайские. Истина заключается в том, что многочисленные, всемирно известные, тщательно изученные исторической наукой древние и подлинные источники античной Греции, Персии, Иудеи, Осирии и Вавилона свидетельствуют, что определение Армения возникло в истории как топоним для обозначения высокогорного региона Восточной Анатолии, выделяющегося присущим ему ландшафтом и природными условиями. На всех языках название данной области означало «верхняя земля» или «высокогорье» и не имеет абсолютно никакого отношения к этническому самоназванию хай, что нигде, ни в одном из древних разноязычных источников, ни разу за тысячи лет не было отмечено даже намека на то, что хотя бы какой-нибудь крошечный участок этой огромной горной области назывался бы страной хаев, хайком или хаястаном. Неопровержимым фактом является также то, что регион во все времена отличался многонациональностью и был родиной многих народов, но среди которых ни разу за тысячи лет в текстах бесчисленных письменных источников не упоминался народ хай. Измышления по поводу того, что страна Ур-Арту, впервые отмеченная в древних ассирийских источниках, а также крошечный анклав горцев неизвестного этнического происхождения Ази-Ай-Азза, упомянутый в клинописах хититов более трех тысяч лет назад, существовавший и тогда же исчезнувший, на севере Анатолийских высокогорий, являются странами хаев и хайской собственностью, остаются бездоказательными выдумками хайского национализма, жаждущего установить свои правила в мировой исторической науке. Именно в качестве термина, обозначающего все население этого многонационального горного региона, в древнегреческих источниках впервые появилось определение армяницы, русскоязычной литературе современного периода, принявшее форму армяне, то есть жители высокогорья, которое, разумеется, не было этническим маркером отдельного взятого народа или племени, а использовалось в качестве общего понятия в отношении всех обитателей гористой местности, аналогично термину «горцы». Однако подлог продолжает свое искусственно поддерживаемое и парадоксальное существование, не выпуская национального и международного читателя из плена тяжелейших заблуждений и дезинформации. И ярчайшим примером в этом отношении является тот самый образ упомянутого выше Тиграна II, который не имел в действительности никакого отношения ни к этносу Хаев, ни к вымышленной Великой Хайской империи. Говоря о Тигране, правильное произношение Тигиран-Дикиран, следует хотя бы вкратце остановиться на его происхождении. Он был продолжателем династии Артаксидов, основателем которой был вождь малайзийских скифов по имени Артахи, Артаксий по-гречески. Имя Артахи указывает на то, что его царство могло быть частью огромного племенного союза Даха-Скифов и Даха-Огузов, расстеленного на обширных горных регионах Южной Европы, Балкан, Причерноморья, Кавказа, Передней и Средней Азии, Даха-Дахаи, то есть жители гор, от слова Дах-Даг-Гора. Если вам придется столкнуться с описанием похорон Артаксия I в армянской традиции, названного Арташесом, то следует помнить о том, что это описание взято из сочнения Моисея Харенского «Патмутюн Хайоц. История Хаев» и является грубой подделкой одной из десятков других фальсификаций, переполняющих это сочинение. Пытаясь представить династию Артаксидов как династию хайских царей, сочинители, творившие под псевдонимом Мофсес из Хуэна, Моисей Харенский, заполняли текст «Патмутюн» вымышленными событиями, выкрадывая сюжеты из многочисленных греческих и латинских источников, хранившихся в церковных библиотеках. Так, например, описание похорон Артаксия в армянской версии Арташес, представленное в тексте Харенского, выкрадено из произведения Иосифа Флавия «Идеевские древности», из книги 17, глава 8, 3, и в точности копирует представленное в нем описание похорон иудейского царя Ирода, умершего в самом конце I века до н.э. С характерной для армянской традиции беспардонностью и цинизмом, перекроив сцену похорон знаменитого иудейского царя в сцену похорон некоего хайского царя Арташеса, фальсификаторы до сегодняшнего дня с присущим упрямством ссылаются на эту подделку, как на исторический документ. За относительно короткий период времени, в 11-12 лет, Тегерану удается установить контроль на пространстве от юга Каспия до Киликийского побрежья Средиземного моря, а на западе, на относительно небольшом участке, он сумел подойти к Черному морю. Именно в это время он добавляет к своему имени титул Великий, становясь таким образом Тегераном Вторым Великим. В целом это и есть та территория, над которой правящие династии малайзийских скифов на короткий исторический период удалось установить свои владычества. Это и есть та самая территория, которую современная националистическая традиция хаев настойчиво силится присвоить и этнизировать под видом хайской империи Мецхайк или Мецхаястан, Великий Хаястан, беззастенчиво извращая историческую картину далекого прошлого, подменяя определения и воруя истории других народов. Античная история региона непривержимо свидетельствует. В Малой Азии и Ближнем Востоке народа под названием хай, хайк не было. Его формирование как нового этноконфессионального явления началось в середине века новой эры на базе местных этносов, представители которых с 4-5 века начали приобщаться к новой религиозной культуре и вступать в лоно-христианской монофизитской церкви Восточной Анатолии арамейцев, греков, курдов, евреев, анатолийских цыган, скифов, парфян и персов. На монетах Тигран II изображен в короне над этой поверх характерного и хорошо известного всем народам Евразии башлыка, скифов-огузов. Сама же корона декорирована не менее характерной символикой восьмиконечной звездой и орлами. Восьмиконечная звезда с древнейших времен была тюркским тенгрианским символом солнца, символом единого бога Тенгри, в азербайджанском языке Танры. Орел с древнейших времен был общинно-родовым татебом Огузов, священным покровителем династии скифских правителей, изображавшихся на знаменах, в импелах и, как свидетельствуют античные монеты, на коронах скифских правителей Малой Азии. Появление священных символов на короне – не просто декор. Расположение орлов слева и справа от восьмиконечной звезды солнца имело смысловое значение – от восхода до заката. Очевидно, таковым видел себя правитель малайзийских скифов Тегеран II, успевший на короткое время в условиях немешательства державной власти греков римлян и парфян распространить свое влияние за пределы родного высокогорья правителям всех земель, раскинувшись от восхода до заката. Справедливости ради следует отметить, что не только Тегеран, но и многие правители прошлого часто видели себя владыками Вселенной, даже когда их владения были недолговечны и весьма ограничены в размерах. Окончательную точку в войне римлян против Тегерана II поставил великий римский полководец Гней Помпей. Прекрасно понимая, что судьба его царства предрешена и не имея больше ни сил, ни желания продолжать войну, 75-летний Тегеран II сам отправляется навстречу армии Помпея с намерением сдаться в плен. Тегерана в одиночестве, прибывшего в римский лагерь, его свита разбежалась при приближении к римлянам, заставляет слезть с коня и сдать оружие, а затем проводит к Помпею. Приблизившись к римскому полководцу, Тегеран II снимает с головы циару, бросает ее на землю и опускается на колени, признавая свое поражение и отдаваясь на милость победителя. Исключительно благодаря великодушию Помпея и его жалости к престарелым правителю уже не существующего царства, Тегерану не только сохраняет жизнь, но и позволяет удалиться в горы к своим наследным владениям, в пределах которых ему разрешалось оставаться правителем. Но для того были установлены жесткие требования, по которым Тегеран лишался всех захваченных территорий, должен был передать Риму колоссальную сумму, 6 тысяч талантов, и выплатить вознаграждение каждому римскому солдату. Посрамленный Тегеран, сполна расплатившись за разорения, причиненные захваченными царствами и попрометчивые угрозы Риму, удаляется к фамильным имениям, доживая там до глубокой старости и умирает в 55-м году до нашей эры в возрасте 85 лет. Такова история бесславной авантюры вождя анатолийских скифов Тегерана II по созданию некоего временного новообразования на востоке Малой Азии в I веке до нашей эры, которая современный хайский национализм с маниакальной настойчивостью старается представить империи хаев под названием Великий Хаястан. Эти все определения взяты из хайских информационных ресурсов интернета. Совершенно оторвавшись от действительности, представители традиции настаивают на том, что уже в те времена владения Тегерана II были известны всему миру как Мецхайк, а сам Тегеран почитался всеми народами как хайский царь. И с лишним говорит о том, что эти выдумки висят в вакууме полного отсутствия исторических свидетельств, и потому продолжает оставаться в куче прочих подделок оголтелого национализма. Армянская традиция пытается обосновать измышления о Великом Хаястане Тегерана II, ссылаясь на «Патмутюн Хайоц» «История хаев» Моисея Харенского. Но ослепленная паранойей Великих выдумок, она не замечает, что в этом сочинении имя Тегерана преподносится в месиве настолько абсурдных вымыслов, что образ хайского царя фактически уничтожается самим сочинителем. Но это уже отдельная тема. Я поставлю ссылку на этот полный текст. Кому будет интересно исторические факты, войдите в ссылку под видео и можете прочитать текст Аббаса Аббасова Институт по правам человека Национальной Академии наук Азербайджана. Благодарю всех за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok